Всем привет, с вами Дженникус и это небольшой стратеги гайд первого дня на Ночного Волка. В этом видео мы кратко рассмотрим на что он способен и глянем на его техи. И начнем с ключевых нормалов из стринг серии. Аперкот Нейтвульфа имеет отличный хитбокс, 10 фреймовый стартап и вполне годится как антиэйр. Напрыжка с однеркой бьет далеко, при попадании в хит лучше комбить через вперед 1-2. Напрыжка с двойкой имеет отличный хитбокс, хорошо цепляет. Вниз 1, 7 фреймовая пока, джелит на стендовую однерку. Назад 2, медленный мид лаунчер, 17 фреймов стартапа и минус 15 на блоке, поэтому как антиэйр на реакцию использовать нельзя. В блок тоже лучше не попадаться. 1-1-1, 7 фреймовый хай мид мид, джеб паниш Найтвульфа, сейф на блоке. 1-1-2, последний удар оверхэд, харднокдаунит, имеет плюс 1 на блоке, но между вторым и третьим ударом дырка, в которую можно залезать. Использовать в качестве разводки, если противник ожидает 1-1-1. Назад 1-3-2, 17 фреймовый мид лоу мид, сейф на блоке, последний удар делается с делейнгом, поэтому годится на разводке. Вперед 1-2, ключевой стринг, хорошо достающий сейфовый 13 фреймовый мид, отличный вив паниш на мид скрине, а также используется в качестве связки в комбах. Сейф на блоке минус 7. Вперед 2-1-4, 24 фреймовый оверхэд, является комбо стартером, на блоке прожимаем вперед 2-1-4, получаем сейф минус 6. 3-1-2, серию 3-1 можно использовать для связки в комбах. В 3-1-2 последний удар оверхэд, если он зайдет в хит без первых двух, волк получает крашен блоу и выход на комбу. Отлично годится для разводок против незнающего противника. Ко всему прочему, последний удар сейф на блоке минус 2. Опасность стринги, первые 2 удара хай. Назад 3-4, вниз 4. 11 фреймовый мид, лоу-лоу. Если первые 2 удара заходят в хит, конферним в комбу, если нет, завершаем последний лоу, получаем минус 7 на блоке. Таким образом, кратко по стринг-сериям. Хороший апперкот. 1-1-1, 7 фреймовый джеб паниш. 1-1-2, если заблочено, плюс 1 на блоке. Последний удар оверхэд, но с дыркой. Вперед 1-2, 13 фреймовый ключевой мид. Вперед 2-1, оверхэд комбо-стартер. Назад 3-4, мид, лоу комбо-стартер. Теперь пройдемся по спешелам ночного волка. Рассматривать мы будем только турнирные вариации. Спешелы доступные во всех вариациях. Стрела духа. Хай-проджектайл волка. Имеет 22 фрейма стартапа. Можно задержать. Можно отменить, нажав вниз-вниз. На это требуется 1 бар защитного метра. Но поскольку рекавер ест 17 фреймов, прессить через него не получится. Усиленная версия выпускает 3 стрелы. Примечательно. Стрелы бьют хай-мид-хай. Можно цепануть хотя бы одной стрелой прыгающего противника. Ни одна из версий стрел не нокдаунит. Поэтому из-за 22 фреймового стартапа не очень годится для зонинг войны. Рефлект. Отражает проджектайл обратно в противника. Но только один. На реакцию практически невозможно использовать. Потому что имеет аж 16 фреймов стартапа. Можно задерживать. Толчок носорога. Быстрое 12 фреймовое плечо. Весьма ансейф на блоке. Минус 12. Мид. Использовать только наверняка. Можно влить метр даже на блоке, когда Найтвульф ударит оверхедом. И если противник полезет или будет сидеть в блоке, то получит крашенблоу комбо стартер. Поэтому неплохо годится для разводок и заставляет противника гадать, вольешь ты метр или нет. Но обе версии и амплифай и обычная ансейф на блоке. Фаталблоу волка. Мид имеет 17 фреймов стартапа. Минус 28 на блоке. Неплохо антиэйрит. А теперь рассмотрим уникальные мувы Найтвульфа в первой турнирной вариации. Названные тут Воин из Мотока. В этой вариации добавлено два весьма неплохих удара. Первый. Восходящий томагавк. Как антиэйр не годится, так как имеет 17 фреймовый стартап. Медленный. На блоке ансейф. Но как и с ключом можно влить метр и Найтвульф ударит оверхедом, который залаунчит. Томагавк. Ключевой мув волка. Его основное поле деятельности релаунч мув. На пустом месте использовать опасно обе вариации ансейф. Дух кибы. Временный баф дамага Найтвульфа. На пустом месте использовать категорически нельзя. 31 фрейм стартапа и 36 рекавера. То есть на активацию больше секунды. Но можно влить метр. Такая активация даст армор на 1 хит и больше баф дэмэджа Ночному волку. Безопасно активировать только если отменять комбу в дух кибы. А теперь давайте рассмотрим пример простых комб, доступных в первой вариации Ночного волка. Джеб паниши на 7 фреймов. 1-1-1, томагавк, вливая метр, дэш, 4, плечо. Используется 1 метр. 1-1-1, томагавк, вливая метр, вперед 1-2, еще один томагавк с метром, плечо. Комба с двумя метрами. 1-1-1, томагавк, дэш, 4, дух кибы. Для бафа дамага. Угловая комба. 1-1-1, томагавк, слегка дилеем амблифай, 3-1, 1-1-1, плечо. Медовый вив паниш на мидскрине, 13 фреймов. Вперед 1-2, томагавк, вливая метр, дэш, 4, плечо. Комба с одним метром. Вперед 1-2, томагавк, вливая метр, вперед 1-2, томагавк, вливая еще метр, плечо. Комба с двумя метрами. Вперед 1-2, томагавк, вливая метр, дэш, 4, дух кибы. Для бафа дамага. Угловая комба. Вперед 1-2, томагавк, вливая метр, 3-1, 1-1-1, плечо. Комбо с оверхеда Комбо с оверхедом Комбо с оверхедом blow. Апперкот в крашенблоу, дэш, 3-1 томагавк, вливаем метр, дэш, 4 плечо. 3-1-2 заходит только последний удар в крашенблоу, дэш, 3-1 томагавк, вливаем метр, дэш, 4 плечо. Усиленное плечо заходит только второй удар в крашенблоу, дэш, 1-1-1 томагавк, вливаем метр, дэш, 4 плечо. Первая вариация Найтвульфа больше ориентирована на нейтральную игру. Есть комбо потенциал за счет релаунч мува, в целом они не наносят много дамага, но вив паниши и нормалы вполне годятся, плюс кое-какие разводки. Во второй вариации Дар предков, у Найтвульфа нет релаунч томогавка и волка кибы на баф, но добавлено 2 стринг серии. 2 2 1 плюс 3, использование стринг серии сомнительно мог бы быть комбо эндером, но комп в этой вариации нет. Назад 3 4, 1 плюс 3, сносит почти 20% хп, мид, лоу, мид, на блоке минус 10. Из спешлах, в отражатель теперь можно добавить метр и телепортироваться за спину противнику, причем даже во время анимации поглощения, ориентир на серьезный антизонин, правда стартап от этого быстрее не стал, поэтому ориентир сомнительный. Взмах томогавкам, командный бросок, достаточно быстрый 12 фреймов стартапа, но хай, можно присесть без блока и наказать, сносит не очень много дамага, усиленный добавляет 3% и оставляет волка в большем плюсе, крашен блоу дается за паниш и реверсал, но это всего лишь увеличение дамага на 5% плюс дот дэмэдж. Таким образом во второй вариации Ночного Волка весьма скудный набор, за счет рефлекта ориентир идет на антизонинг, но дамага снимает он крайне мало, да и комп в этой вариации совершенно нет, единственная сколько-нибудь дамаговая серия это назад 3-4 1 плюс 3, но кроме нее ничего толком и нет. Таким образом, как и большинству персонажей Найт Вульфу дали лишь одну рабочую вариацию, первую, но даже несмотря на релаунч мув, много дэмэджа он не сносит, но ориентация на фуцис и нейтрал реализована очень неплохо, имеет разводки двух типов, на незнание мачапа и на нежданчик касаемо добавления метра в блок. Последнее очень опасно, так как можно отхватить крашен блоу и фулл комбу. В остальном зонинг у волка не сильный, антизонингом есть что ответить, небольшой урон с комп, неплохой мидскрин и вивпаниши. Пока что Ночной Волк создает впечатление персонажа средней тирности. Всем спасибо за внимание, пока!